Доброе утро всем, кто начинает этот день вместе с программой «Женакун» на календаре. Среда, 15 февраля. Наши коллеги завершили свою часть, ну а мы продолжаем. Вы услышите ещё и увидите много интересного. Сторонники здорового образа жизни в скором времени получат умную майку для занятий спортом. Ноу-хау разработала российская компания. Датчики на одежде замеряют частоту пульса, отслеживают движение, скорость и пройденное расстояние. Все данные передаются на смартфон. Очень удобно. Ну а ещё больше новостей из мира культуры и науки в материале наших корреспондентов. В Копенгагене открылась выставка гиперреалистичных гуманоидов. Некоторые фигуры настолько похожи на живых людей, что посетители не сразу верят в их искусственное происхождение. Волосы, глаза и даже ресницы выглядят как настоящие. На фигуре новорождённого заметны даже вены. То, что младенец на самом деле всего лишь скульптура, выдаёт его размер. Рост малыша 5 метров. Его доставка в музей доставила немало хлопот и художнику, и сотрудникам арт-пространства. В выставке приняли участие более 30 мастеров со всего мира. В Ордании открылся нестандартный мебельный цех. На первый взгляд это автомастерская. Но здесь производят столы, диваны и другие предметы интерьера. В качестве материала используют запчасти от машин. Автор идеи Абдурахман Асфур, выпускник факультета дизайна. В своём бизнесе он объединил две страсти – к автомобилям и прекрасному. На отсутствие заказов Асфур не жалуется. Сейчас он выполняет заказ для клиента из Саудовской Аравии. Он заказал себе диван из двери старого пикапа. А в Риме успешно объединили старину и новые технологии. Теперь туристам предлагают экскурсии по золотому дому Нерона в виртуальной реальности. У дворца богатая история. Это крупнейшая по площади городская резиденция монарха, когда-либо существовавшая в Европе. После гибели Нерона в 68-м году до нашей эры дом был заброшен, а потом сгорел. Позже территорию восстановили, а сегодня дворец частично открыт для посещений. Чтобы гости могли в полной мере ощутить былую роскошь Дворца Нерона, теперь они гуляют по нему в очках виртуальной реальности. За время экскурсии туристы просматривают всю историю Золотого дома. От прежнего вида до момента пожара и последующей реставрации. 15 февраля 1914 года родился Шакен Айманов, легендарный актер и кинорежиссер. Он первым прочел монолог Отелла на казахском языке и сорвал шквал аплодисментов в Англии. В этот день, в 2000 году, в Казаларде был организован Международный научно-исследовательский центр по изучению духовного наследия поэта и композитора Коркат Атан. Шесть лет назад завершилась работа по созданию пятитомника «История Казахстана» с древнейших времен и до наших дней. Ну а более подробно о событиях этого дня в репортаже наших корреспондентов. 15 февраля 1564 года родился итальянский ученый Галилео Галилей. В 1902 году была открыта первая линия берлинского метро. В 1640 году был основан город Гурьев, современный Атерау. Шесть лет назад в Актау состоялся первый форум женщин Мангостауской области. В 2011 году казахстанские цирковые артисты завоевали награду «Серебряный клоун» на Международном цирковом фестивале в Монте-Карло. В 2012 году в одном из университетов Румынии открылся Центр казахского языка, культуры и истории. Четыре года назад журналист Адам Капанов представил свой первый роман «Воздушное кочевье». Людям, рожденным 15-го числа, покровительствует Солнце. Это делает их амбициозными и целеустремленными. А вот у Айсулу Ахимова есть нумерологический прогноз на сегодня для каждого из нас. Давайте послушаем. Доброе утро, дорогие друзья! На календаре 15 февраля 2017 года. Цифра дня в нумерологии – 18. А цвет дня, который хорошо усиливает этот день, – это белый, молочный и все кремовые оттенки. Это день прогресса и роста над собой. Приложите максимум усилий ко всему, что вы сегодня делаете. У многих возможны изменения в карьере, поэтому все, что сегодня будет начато или заложено, будет иметь долговременный устойчивый успех в будущем. День очень хороший, подходит для обучения, получения новых знаний и изучения иностранных языков. Есть вероятность ранить своих близких или подчиненных словами, поэтому отслеживайте свои слова и действия. А в отношении здоровья берегите почки. И будьте здоровы, будьте счастливы, добрых, положительных вам эмоций. Спорт здесь – золотое правило. Хочешь, чтобы ноги были стройными – не ленись и прорабатывай каждую группу мышц. Специально для вас несколько несложных, но эффективных упражнений. Сделать ноги стройными и привлекательными – задача не из легких, но правильно подобранный комплекс упражнений поможет добиться желаемых результатов. Говорит Елена Захарова. Мастер спорта по лёгкой атлетике советует совмещать разные методики – от силовых упражнений до аэробной нагрузки. Заниматься разными методиками, то есть не одними тем же упражнениями постоянно, а менять стиль нагрузки. Это могут быть аэробика, это может быть силовая программа, это может быть статичная программа в виде колонетик или йога, это может быть шейпинг, например, программа, и использование большого количества инвентаря спортивного, например, бодибары, палочки, мячи маленькие, фитболы большие. То есть разная методика, разный инвентарь даёт колоссальный эффект, потому что мышцы, так называемые, мышцы надо удивлять каждый раз новыми движениями. Такая стратегия позволит всегда держать организм в тонусе, при этом сжигается большое количество калорий. Первое мы рекомендуем аэробную нагрузку, а дальше уже специальные упражнения для того, чтобы ножки у нас были подтянуты. Жир превращается в переход в жирные кислоты, таким образом выходит из организма. Сегодня в качестве спортивного инвентаря тренеры будут использовать специальную гимнастическую палку. Упражнения с бодибаром, по мнению специалистов, считаются не только эффективными, но и привносят новизну в тренировку. После 10-минутной разминки специалисты рекомендуют приступить к основным упражнениям. Итак, ноги на ширине плеч, колени при этом обязательно должны быть немного согнуты. Раз, два, ножки рядом, ножки на месте, ланч, ланч и ручки вперед. Пошел. Раз, два, три, четыре и пять. В следующем упражнении задействованы мышцы внутренней поверхности бедра. Для этого тренеры тоже рекомендуют использовать утяжелители. Для этого они будут вот такие бодибары, утяжелители. Укладываются ножкой на ножку, нога протягиваются на себя, пяточкой работаем, животик при этом втягиваем и многократные повторы. И еще одно эффективное упражнение. Упражнение для кресла, стоим в планочке и для ног в том числе, для общего кунуса для похудения. Можно делать на эскорс, на подорог, да? Все эти упражнения Багда Гулькин-Жибаева знает наизусть. Женщины регулярно посещают спортзал, а также тренируются самостоятельно дома. За три года она смогла сбросить семь с половиной килограммов. Спорт я люблю, очень для здоровья. Мне дочка привели, я уже третий год хожу. Мне для здоровья, еще мне давление было, сейчас уже давление мне уходит. Мне 59 лет. Чтобы добиться серьезных результатов, кроме физических упражнений, нужно соблюдать нехитрые правила сбалансированного питания. Питание никогда, питание иногда, питание всегда. Питание всегда – это, соответственно, овощи, фрукты и белок. Питание иногда – это, ну, можно себе на день рождения кусочек тортика позволить. И питание никогда – это фаспутку. Если соблюдать все рекомендации профессионалов, то за полчаса занятий вполне возможно сбросить 500 килокалорий. А в итоге вы получите не только стройные ноги, но и красивую фигуру в целом. Айман Кай, Ильхам Аюпов, Жанакун. Каждая десятая книга в мире издается на немецком языке. И если вы хотите прочитать эти произведения в оригинале… Вам будет интересно узнать о специальных техниках изучения этого языка от преподавателя Салтанат Аташвей. Доброе утро, Салтанат. Доброе утро. Скажите, пожалуйста, ну, все привыкли к английскому языку, английский язык, английский язык… Ну, французский. Ну, французский, да. А какие преимущества в знании немецкого языка вот сейчас у нас? Немецкая система образования имеет положительную международную репутацию. Очень немногие страны сегодня предлагают бесплатное высшее образование иностранцам. А Германия – одна из них. Вы можете даже учиться в самых престижных вузах страны бесплатно. И наш институт выдает сертификаты владения уровня языками. И эти сертификаты, признанные во всем мире, являются необходимым документом для продолжения учебы в Германии, Швейцарии, Австрии. Также в Евросоюзе более 100 миллионов людей говорят на немецком языке. И Германия – значимый торговый партнер Казахстана. Также можно найти более достойную работу, зная немецкий язык. Хорошо. А немецкий язык, в отличие, ну, допустим, как мы привыкли к самому распространенному английскому, достаточно сложен. Сложен в изучении, сложен в произношении, да, очень много таких резких согласных звуков. Вот в чем сложности изучения? Или это все-таки вот такая пугалка? Нет, немецкий язык не сложен. Все слова читаются, как пишутся. Все существительные пишутся с большой буквы. А так, грамматика построена на четких правилах, почти нет исключений. Поэтому, если вы знаете правила, можно выучить немецкий язык. То есть, там исключений меньше, чем в английском языке, скажем так, да? Почти нет исключений. Потом, на что надо обратить, конечно, внимание, это порядок слов. Он фиксированный, поэтому на начальном этапе обучения следует запоминать места членов предложения. А, то есть они всегда постоянные? Постоянно фиксированные. У нас есть четкие грамматические правила. То есть, Салтанат, я думаю, вы хотите сказать, что можно изучать его индивидуально, дома, в смысле как-то, да, самостоятельно? Или лучше все-таки в группе? Ну, нет исключений в английском, тебе подскажут какие-то исключения. А произношение, а как эти звуки должны звучать? Извините за эту патологию. Да, немецкий язык не требует сложного произношения. Вот на этот вопрос, конечно, индивидуально или самостоятельно, либо в группе надо ответить каждому себе самому, так как кто-то склонен к работе в группе, а кто-то, наоборот, себя чувствует в группе менее уверенно, стесняется своих ошибок. А кто-то, наоборот, для кого-то является групповая работа, дополнительная мотивация в изучении немецкого языка. Ну, конечно, с репетитором внимание преподавателя уделяется одному ученику. В группе внимание учителя распределяется среди всех слушателей. Ну, что бы я хотела сказать, не следует начать учить немецкий язык самостоятельно, если у вас нет базовых знаний. Надо начинать либо с репетитором, либо в группе. Ну, преподаватели с одним учеником не могут создать ту оживленную обстановку общения, так как иностранный язык усваивается быстрее в живом общении. Поэтому все-таки предлагаю курсы. Проходите к нам в ГИОТ-институт, учите немецкий язык. ГИОТ-институт является ведущим учреждением Германии, которое поддерживает и развивает немецкий язык и культуру за рубежом. Хорошо. Ну, вот вы сказали о том, что понятно, что если у тебя нет никакой базы, лучше прийти к преподавателю, чтобы тебе все объяснили. Дальше уже выбор за обучающимся. Но, тем не менее, существуют ли какие-то основные техники, которые нужно применять при изучении немецкого языка? По опыту мы знаем, каждый слушатель учит по-своему. Получается, наши чувства помогают нам учиться. Есть разные типы слушателей. Кто-то аудитивный тип, например. Они запоминают легко и хорошо, когда они слушают тексты, читают сами вслух. Второй тип – это визуальный тип. Люди любят читать. Они запоминают то, что они читают и видели. Какие-то фотографии, графики, иллюстрации помогают понять ситуацию. Поэтому очень необходимо использовать на уроке аутентичные материалы, карты, фотографии. Третий тип – это коммуникативный тип. Такие люди учатся в общении. Они любят вести переговоры, дискуссии. Поэтому наши слушатели уже с первых дней, даже нулюки, начинают составлять диалоги, говорят. И последний тип – это тактильный тип. Это значит люди, которые… Они практики во всем. Они учатся в движении. Это значит какие-то ролевые игры, имитации, групповые работы. А мы комбинируем. Получается, разные задания для всех типов. Ну, в общем, я для себя делаю вывод, что все-таки в группе и с преподавателем изучать язык гораздо эффективнее и интереснее. Что, Салтанат, спасибо вам большое, что вы к нам пришли. Мы будем агитировать наших друзей и знакомых изучать немецкий язык. Спасибо. Салтанат. 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 Психологи считают, что дух соревнований даст отличный результат, если изучать иностранный язык вместе с ребенком. Ну, а сейчас настало время для самых маленьких героев программы «Жанна Кун». Встречайте наши балапанчики. Я хотела научиться гимнастике. Я хотела научиться читать. Я бы хотела научиться гимнастикой и барьериной стать. Но это же трудно. Я тоже хочу так трудиться. Потому что я хочу на балет пойти. Дети и мама. А у меня дома всегда убирается папа. Уборщица. У нас Данька. Когда Данька уходит, только я собираю игрушки. А когда я ухожу, Данька вообще не собирает за меня игрушки. Я обычно играю. У меня мама убирается. Я мою посуду и мою палочку. Девочки. Игрушки убираю. В прошлый раз я собрала маме белье. Нет, я собрала немножко, а некоторое не высохло. И я белье развесила. Это когда о чем-то мечтаешь. Мечтаю, это когда мечтают. Когда люди мечтают о чем-то. Мечтают куда-то полететь. Я мечтаю куда-то полететь. Ну вот, я мечтаю стать стоматологом. Это когда люди о чем-то мечтают. Мечтаю, надо сходиться к чему-то. Научиться. Я мечтаю завести себе собаку. Ну, я читаю. Хочу научиться. Научиться. Хочу. Это что-то удивет. Нет, это исполняется. Гульжан Туткибаева. Народная артистка Казахстана. Кавалер ордена Курмет. Лауреат и дипломант международных конкурсов и фестивалей. Руководитель балетной труппы Государственного академического театра оперы и балета имени Абая. Доброе утро, Гульжан. Доброе утро. Мы очень рады видеть вас сегодня в нашей студии. Театр имени Абая всегда славился своими уникальными постановками. А чем в этом году вы собираетесь порадовать наших зрителей? Ну, не только наших, но, может быть, и зарубежных. Да, у нас есть чем порадовать наших зрителей. В этом году мы хотим сделать новые постановки. Балетный спектакль Лео де Либо Капелли. И, скажем, с новым оформлением уже известного, и полюбившегося нашими зрителями спектакля Бахчисарайский фонтан. Потому что новое оформление – это, конечно, совершенно будет другое ощущение, другое восприятие. Абсолютно. Дело в том, вот, ну, конечно, часто бывает вопрос, а почему именно эти спектакли, почему именно Капелли? Дело в том, что наш репертуар нашего театра очень разнообразен. И много очень спектаклей серьезных, драматических. И мы решили, что какой-то такой легкий, веселый, гротесковый, но чтобы он был, конечно, интересен как взрослым, так и детям, не помешает для нашего репертуара. Поэтому выбор пал на такой спектакль, как Капелли. Ну, а вот когда начинается новый театральный сезон, мне всегда интересно, по какому принципу спектакли остаются, а какие-то исчезают из программы, потом они вновь появляются. Вот это решение художественного руководителя или все-таки вот зависит от зрителя, как он чувствует этот спектакль? Ну, мне кажется, сейчас рынок, поэтому, мне кажется, все зависит от того, что зритель придет или не идет, верно? Это основная, конечно, причина. Для нас очень важен зрительский интерес. Ну, еще есть, конечно, некоторые какие-то факторы, факторы исполнителей иногда бывают, потому что не можем набрать таких исполнителей и так далее, или не хватает там... Ну, есть еще какие-то такие причины, скажем, внутреннего характера. Есть приоритеты, иногда у нас очень насыщенный график постановочной работы, и иногда бывают какие-то грандиозные проекты, и участие нашего театра в каких-то мероприятиях, гастролях. И мы иногда не можем охватить весь наш репертуар. Вы представляете, даже такое у нас происходит. Поэтому мы иногда вот откладываем на следующий сезон. И хотим, чтобы у нас репертуар был, в общем-то, разнообразный. И смотрим, конечно, на то, на какие спектакли зритель больше идет. А какой самый популярный спектакль сейчас у зрителей? Ну, их несколько, я так считаю. Конечно же, это «Лебединое озеро», «Спящая красавица», конечно же, «Щелкунчик». Ну и наряду можно поставить такие спектакли уже современные. Борис Эйфон, Анна Каренина, ну и всеми любимый тоже «Ромео Джулет». Дело в том, что «Лебединое озеро» – это визитная карточка любого театра. И, конечно же, уже, естественно, у нас были устаревшие декорации, костюмы. И, конечно, необходим был новый взгляд на вообще спектакль, даже на хореографию. Поэтому мы сделали некоторые коррективы в спектакле. Я думаю, что где-то оживили, даже внесли какие-то новые фрагменты, такие как «Русский танец», замечательная музыка Чайковского. И я думаю, что зрителям он понравился. Очень понравился. Говорю вам как зритель. Спасибо. Жан, наш театр довольно часто принимает известных исполнителей из других стран. Они приезжают на гастроли и выступают вместе с балетной труппой нашего театра. Как они оценивают нашу школу, хореографию? Чему они учатся у нас? Чему наши исполнители учатся у них? Да, действительно, у нас нередко приезжают к нам гости из-за рубежа. И недавно в рамках универсиады у нас прошли три замечательных спектакля любимых зрителям. Это «Лебединое озеро», «Жизель» и «Ромео Джулетта» в хореографии Юрия Николаевича Григоровича. И в этих спектаклях участвовали действительно звезды мирового балета. В спектакле «Жизель» это были прима Большого театра и премьер парижской оперы «Этуаль», как у них называется. В «Лебединое озеро» это были звезды американского балетного театра. И в «Ромео Джулетта» это были премьеры Большого театра. И действительно, как вы сказали, наряду с такими великими мастерами, уже, скажем, признанными звездами, выступали и наши артисты, солисты. И что мне было приятно, действительно, как руководителю и просто как, действительно, патриоту нашего театра, наши солисты не потерялись на фоне таких замечательных звезд и абсолютно достойно представили театр. Поэтому как-то мы стараемся нести, так сказать, знамя нашего театра, как везде знают, это ГАТОП, которому уже, действительно, вот уже 83 года, и держать уровень. Ну, еще очень приятно, когда сидишь в зале в роли зрителя и видишь очень много молодых ребят, учеников нашего хореографического училища, которые, ну, для них это вообще такой опыт, такой мастер-класс. Действительно, мы очень тесно контактируем с нашим Алматинским хореографическим училищем. Многие из них являются стажерами в нашей труппе. И они нам, конечно, очень помогают. И мы заинтересованы, чтобы они, действительно, для них это было каким-то мастер-классом. И действительно, они становятся, и действительно, будут из них настоящие звезды. Ну, помимо подарков, которые вы дарите зрителям, готовится еще один сюрприз в рамках Экспо. Приоткроете тайну. В рамках Экспо нашему театру предоставляется возможность гастролировать и показать свои спектакли на сцене Астана-опера. Это будут два балета и две оперы. Поэтому, в общем-то, конечно, планы иногда меняются. Но на данный момент из балетных спектаклей – это национальный спектакль, наш новый «Легенда Великой Степи» на музыку казахстанских композиторов. И спектакль «Ромео Джульетта» в постановке Григоровича, чем мы очень сильно гордимся. И оперный спектакль «Реголета» и «Кармен» тоже очень интересные. Гульжан, скажите, очень много воспитанников ваших и вообще воспитанников нашего театра на различных международных конкурсах получают какие-то призы. И, кстати, часто получают. У нас, в общем-то, славится наше училище очень сильной хореографической школой, особенно мужским танцем. У нас были абсолютно замечательные педагоги, я не могу не назвать, к сожалению, уже ушедшего, например, Лана Мерсидова, которую признавали абсолютно на всех международных конкурсах и приглашали его педагогам на мастер-класс. Это дорогого стоит. Недавно, как говорится, я тоже была членом жюри международного конкурса артистов балета в Стамбуле, также была членом жюри международного конкурса в городе Сеуле. И вот на одном из конкурсов, например, в Стамбуле наша балерина заняла первую премию, чем я, конечно, горда. Но дело в том, что это, естественно, талант наших артистов, общая работа с педагогами и желание победить. А вот когда юные танцовщицы приходят в театр, естественно, они хотят стать прима-балерины. Вот что для этого нужно? Для этого нужно обязательно иметь талант или хотя бы способности. Но иногда талантливый человек не может реализовать свой талант. Или наоборот, имея способности, и, может быть, не, казалось бы, на первый взгляд, не очень какие-то грандиозные, он достигает каких-то действительно больших высот. Для этого, конечно, нужно огромное трудолюбие. Конечно, иметь хорошего наставника, которого ты будешь слушать и перенимать этот богатейший опыт, которым, наверное, он владеет. И желание постоянно совершенствоваться. Тогда из такого человека получается действительно звезда. Вы режиссер-постановщик спектакля «Кармина Бурана», да? Да, да. В котором вы соединили очень много жанров. Расскажите немножко, как проходила работа, как приняли и вообще, будет ли он еще идти в нашем театре? Дело в том, что спектакль «Кармина Бурана» поставить его, это была, сразу же не моя идея, это была идея художников, как ни странно, художников-сценографов. Это вот Софья Тасмагомбетова и Павел Драгунов. Они захотели воплотить этот спектакль и обратились именно почему-то к балетмейстеру. Им захотелось, чтобы это именно был балетный спектакль. Но я, конечно, рискнула и согласилась. Для меня это была очень сложная и, в общем-то, новая работа. И, поработав в таком тесном общении с ними, мы создали, как называется, кантата-балет «Кармина Бурана», где задействованы абсолютно все силы оперного театра. Это и, конечно же, прежде всего хор, оркестр, солисты оперы и балет. Спасибо, Гуджиана. Ну и по традиции, по нашей доброй, старой традиции, пожалуйста, можете обратиться к нашим зрителям, к вашим поклонникам, поклонницам и сказать. Дорогие зрители, дорогие наши любители нашего театра, я хочу пожелать вам крепкого здоровья, всегда хорошего, позитивного настроения и новых встреч с прекрасным искусством балета и оперы. Ну, а мы, в свою очередь, желаем вам всего самого наилучшего. И пусть ваши планы, которые вы сейчас озвучили, пусть они сбудутся. Спасибо большое. За знаком пять. Спасибо. Спасибо. Знаете ли вы, друзья, что путь от разработанного на бумаге дизайна до готового образца обуви насчитывает до ста рабочих этапов? О некоторых из них вам сейчас расскажут наши корреспонденты. Ботинки на рабочем столе, клей и ножницы рядом с компьютером. Это признаки беспорядка, но только если вы не находитесь на обувном производстве. Создание туфель, ботинок и сапог начинается с этого кабинета у компьютера модельеров. Это самое начало. Мы получаем задание на разработку обуви. Допустим, сейчас выпускаем мужские полуботинки. Мы разрабатываем сначала эскизы, готовим, потом утверждают эти эскизы, что выбрали, какую обувь будем запускать. И потом разрабатываем уже на конкретных колодках эти модели. На этом этапе учитываются все детали изделия. Модель, красота, удобство и функциональность обуви. Сначала выпускают тестовую пару. Мы, конечно, стараемся, меряем, делаем опытную партию. И сначала примерка у нас идет, как бы тест. Люди меряют, удобно, комфортно, нравится, не нравится, идет опрос. Если модель пришлась по вкусу фокус-группе, начинается массовое производство. Из кабинета моделеров-конструкторов в раскроенный цех отправляются лекала. Нарисованные на бумаге необходимые элементы, из которых и состоит обувь. Здесь кожу готовят к отправке на сборочный цех и делают стельки для обуви. Вот эта простая, на первый взгляд, стелька на самом деле состоит из трех слоев. Между жесткой кожей и картоном вставляется вот такой металлический супинатор. И делается все это вручную. Готовые детали отправляются в следующий цех. Здесь швеи и сборщики собирают из этих элементов новую партию обуви. У нас имеется сразу готовая подошва. Кроме подошвы, остальное мы все производим здесь. Из кусков кожи собирается уже объемная заготовка. Все вот швеи у нас собирают на машинках. Есть ручные работы, которые только ручной делается клей. Потом после этого участка, уже в следующий участок идет. Там уже у нас идет, уже затягивается на колодку. Колодка нужна для придания заготовкам объема. На деревянную форму натягивается верхняя кожаная часть обуви. Детали очищают от лишнего клея и кусков кожи. А затем ее нужно соединить с подошвы, которую заранее отливают в другом цехе. Делается это с помощью горячего клея и пресса. Все детали обуви собраны, она почти готова. Но для того, чтобы обувь держала форму, она должна простоять в колодках как минимум 12 часов. Но современные технологии позволяют ускорить процесс до нескольких минут. Этот аппарат практически мгновенно охлаждает горячие изделия. Ну вот и все. Осталось снять колодки, почистить и отполировать обувь. И можно отправлять ее в магазин. Таким же способом производят различные виды обуви для любого сезона, размера и на любой вкус. У каждого типа свои характеристики. Например, осеннюю и весеннюю обувь делают из более гидрофобной кожи, а летнюю, наоборот, из дышащего материала. Есть обувь эконом-класса, есть обувь премиум-класса, есть люкс. И для каждого вида типа обуви есть определенные артикула кожи. Все кожевое сырье по большей части приобретается на территории Казахстана, по различным регионам. И где-то около 40% закупается за границей. Для создания одной пары обуви нужны труд и умения как минимум 4 разных специалистов. На этом предприятии выпускают около 150 тысяч пар обуви в год руками 200 работников цеха. Обувь стопроцентно казахстанского производства можно найти на прилавках. И, как говорят производители, она ничем не уступает европейским изделиям. Желуды Салимова, Стас Фролов, Жанатын. Друзья, наша программа подошла к концу. Пусть все ваши планы обязательно сбудутся. Мы желаем вам всего доброго, удачи и обязательно встретимся завтра утром на телеканале Хабаров. Пока. Редактор субтитров А.Семкин